Дорогие друзья! Тихонечко хочу снять кусочек видео. Там включилась свет, чтобы не испугать. Манечка вот здесь у меня лежит. Видите ее лапки? Я работаю в интернете, а Манечка вот здесь лежит. Вот я тут сижу на кресле, работаю. А тут Манюня! Это черное пятно, друзья. О, видите, подняла голову, зеленые глаза. И вот это сердечко белое, но у нее просто лапки так сложены, что вы не увидите. Это моя кошечка. Лапки, лапки. Вот эти белые точечки, подушечки на лапках. Немножечко хотела вам снять. Вот так отодвину, чтобы вам было видно. А бусинка спит в спальне на окне. Вот точно так же. Вот такая там просто вот в той стороне, где цветы включила свет. Красота моя. Манюнечка, сладкая девочка. А еще там озорнушка наша сладкая в спальне. Вот такой вот вечерний. Вечерние съемки. Обожаю это кресло. Друзья, я здесь досеиваю свои все семена перца. Закончить хочу этим. И посмотрите у нас, что опять делается. Опять метет. Вот. Не просто идет снег, а с метелью. Прям метель с крыш несет. И все, видите, уже дорожка покрывается. Вот. Маловато было, значит. Ну что ж, будем за все благодарить, что делать. А я собралась сейчас на почту. Мне нужно отправить посылку в Германию большую. Придется мне на саночке ее посадить и поехать. Уже сегодня срочно надо отправить. Сейчас все досею, уберу и закончу. Сегодня 16 число. Хочу закончить уже с перцами. Больше как бы сеять не буду. Надеюсь на это. Ку-ку! Пусинка! Дорогие друзья, поскольку такая погода, я решила вкусненькое сделать. Хочется горячего, хочется вкусненького. Значит, что тут у меня будет сегодня запекаться. Здесь у меня голень индейки, бедро индейки без кости. Вот. Это тыква. Это шампиньоны. Вот они здесь еще оставила на супчик. Маленькие такие. Вот целиком прям я суп готовлю. Их не разрезаю маленькие. Поперчила своими приправами, какими хотите. Можете все это посыпать, как вы любите. Это морковь. Это тыква. Это картофель. Это лук. И вот сколько перца приготовила. Вот. Тугараши Ямото. Киото и Ямото. Вот они такие интересные перчики. Сладкие. Это сладкие перцы. А это мой питон. Вот он. Длинный, сладкий, вкусный. Он такой аромат дает. Он из него паприку хорошо делает. Вот запекать с другими блюдами дает вкус. Ну, как перец, как приправа. И ароматные очень сильно. И можно и супы, и куда угодно. Я лично так пользуюсь ими. Ну, и вот такие вот долечки я всегда нарезаю. Вот видите, во всю длину перца свои. И замораживаю, чтобы потом вот так тоже выпекать его. Это желтый острый перчик у меня. Это вот красный целиком кладу. А здесь, друзья, розовая соль у меня. А здесь, смотрите, один пакет. И здесь всего лишь 4 перца. Посмотрите на этот перец. Опа! Где вы мою руку видите? Это вот этот мужик. Семена у меня уже, ребятки, чуть-чуть остались. Уже заканчивается. Вот он напополам разрезанный. Вот. Вот какой огромный перец. И я буду его... Вот он такой вот был. Во! Вот такой огромный. Буду фаршировать вот эти две дольки. И... Смотрите сюда. Не пугайтесь. Я вам уже показывала. Это фон барон оранжевый. Вот моя рука и вот он. Ой, для фаршировки. А для лечо вот эти вот... Я прям вот так вот дольки вот эти нарезала и делала лечо. Ммм, вкуснятина. И фон барон еще вот один. Поменьше чуть-чуть. Вот. Это желтый, это оранжевый. Я извиняюсь. Вот такие четыре перца я буду фаршировать. Фарш сейчас сделаю. Фарш у меня говядина. И добавлю немножечко вот тоже одно бедро пропущу. И будет говядина плюс бедро индейки. Вот такая вкуснятина у нас будет на второе и вот такое и такое на день-два. И будет грибной супчик еще. Это у меня две картошинки. Мы кушали, я показывала в прошлом видео. Отварные у меня лежат. Я нарезаю и поджариваю потом слегка. И кушаем для быстрого приготовления вот таких блюд. И даже вот салат. Вот из этих двух я еще потом нарежу салат. Хочу замочить последние вот эти вот остались сухофрукты. Сделать еще компотчика нам. Вот так вот. Вот такой расклад у меня сегодня на, так сказать, готовку. На моей деревенской кухне. Вот еще осталось. Вот такая тыковка. Тоже наполовину. Буду делить и запекать. Вот. Все что угодно. Можете все овощи собрать, которые у вас есть, и запекать. Я сегодня вот так буду. И грибочки тебе тут есть, и тыковка, и морковка, и лук, и картофель, и перчик. Вкуснятина. Дорогие друзья, пока у меня там готовится, хочу показать нашу погоду. Посмотрите, что делается у нас. Снова метет. С ветром, с метелью. Холод вообще. Конечно, морозы это слишком. Ну что ж, обед у меня готов. Вот такой он. Классненький, вкусненький. Такие вот грибочки. Красивые, зажаренные. И тыква вся зажаренная. Просто прелесть. Запах такой. Это мое любимое. Запекать овощи. Смотрите, какая тыковка. Мягенькая. Ой, какая она мягкая. Ммм, прям прелесть. Пропитанная, видите, соком. И от мяса сок туда сливался и пропитывалась тыква. И грибами. Сейчас грибочек возьму. Ммм, просто прелесть. Ммм, очень вкусно. Мясо готово. Все овощи готовы. Люблю, чтоб так зажаренные они были. Ммм. Вот такие дела. Если успею показать в этом видео перцы, покажу, если нет, в следующей серии, так сказать, дорогие друзья. Ну что ж, дорогие друзья, показываю вам еще погоду. Весь день метет. Вот. Весь день. Дорожку замело. Вот, видите, уже заметает оттуда, потому что ветер оттуда. Так что там уже все замело. Буду выходить чистить снежок. Вот. А я тут выбираю еще посевы. О, сколько. О, пачки. Пачки сколько уже посеяла и еще убираю. Вот еще сколько. И томата, и все. Плюс налила себе чайочек. Все. Вот. И буду с сырком. И видео сделала уже на комментарии. Там даже ответила немного. Вот. Артем провела. Вот. Вечер уже. Метет. Вот так вот. Ну, а здесь, конечно, красота, милота и теплота. Завушки мои. Моя розарочка, красотка. Ай. Куколка. И растюшечки радует. И все хорошо. Конечно, погода мне как бы по душе. Это здорово. Зима такая должна быть. Она давно не была. И, значит, если зима хорошая и лето будет настоящим. Но морозы. Морозы почему-то очень сильные. Это уже слишком. 30-32. Это уже слишком. В феврале уже. Сегодня 16-е. И 16-го февраля это уже слишком. Морозы. Это уже перешло за половину месяца. Ну, конечно, и март. Знаете, как есть по уговоркам говорят. Пришел марток, одевай стопорток. Опа. Не просто так. Кто его знает, что будет в марте? Только один Бог. Так. Буду пить я чай. Потом закончу влог. И попрощаюсь с вами. Картошку я вам уже показала. Артему покормила. Наложила с собой кучу всякой еды. В контейнера, ну, как и все живым мужчинам, накладывают в контейнеры и они забирают. Я иногда и вареньки, и пельмени, и вот перцы фашированные, и там раз засунул в духовку и готово. Или же уже готовый, замороженный, только в микроволновке разогреть. Вечерний обход растений. Скоро будут выключаться лампы. Меня спрашивали, скольки до скольки. С восьми утра до восьми вечера у меня горят лампы. Вот здесь, когда для всхожести, вот видите, у меня тут уже посевы следующие перцы подряд. Вот я каждый, вот последние три дня вот я посеяла. Сегодня еще один день, правда, буду сеять, еще перебрала, еще решила посеять. Вот здесь вот я оставляю вот эту часть и ночью, пока не взойдут семена. Хочу еще, знаете, что сказать. Зашла на канал Светочки Лодисад посмотреть ее видео и прочитала там о себе очень много нехорошего. Ну да ладно, я привыкла камешки получать постоянно свой огород. К этому я привыкла, и поэтому пусть как угодно, что в людях есть, то и изливается, так сказать. Но я не о том. Сейчас хочу еще сказать о чем еще. Ну, как бы я вру, таких перцев не может быть, дорогие друзья. Вот кто меня всегда смотрит, вот рассудите. Я бы очень-очень хотела бы, чтобы вы мне кое-что написали на эту тему. Вот каким образом, ну как, что не может быть таких перцев, что я вру, что я посеяла рано, а сказала поздно. Вот посмотрите, перцы, которые, вот они, вот эти вот большие, я ведь вам их показываю изначально. Другое дело, что эти люди не смотрят видео, а только в конечную какую-то посмотрели и решают они, что я об этом вру. Вот все посевы показываю постоянно и говорю об этом. Вот это, это январские посевы большие, вот там сзади, вот он. Это я испытывала семена, ну как испытывала, неправильно я сейчас выразилась. Я проверяла вскожесть семян, дорогие друзья. Рассказывала, что проверила, они все проклюнулись, и я взяла их и посадила. Следующие, которые поменьше, вот эти вот, поменьше которые, вот они есть тут, вот они меньше, вот, вот они меньше. Это перцы, которые я посеяла позже, тоже вам их показывала. Вот. Перцы, которые сеяла с вами, как раз таки, помните, на ютубе я выложила видео уже в 2021 плейлист. Сейла при вас, проклюнувшие, и даже некоторые были просто набухшие, вот они. А что же мне врать? Сегодня 16 февраля. Ну вот одно за другим идет видео. Вот люди просто, вот может быть у них не бывает, как они пишут, так не бывает. Вот может быть у вас не бывает, если вы меня смотрите. У вас не получается, а у меня получается. И поэтому от злости вы пишите вот такие гадости. Вот. Значит вас это задевает, что у меня получается, а у вас не получается. Вот так. Вот они, пожалуйста. Недавно вам их показывала, снимала видео о посеве перцев. Вот эти проклюнуши, вот они, вот они красавчики. Томатики я сеяла без вас, на ранние, потому что так рано никто не сеет, и я уже не показываю. В прошлом году я показывала есть видео, кому надо. Тот уже выбирает каждый, теплые грядки, если еще что-то. Вот это у меня для этих целей посеяно. Основную, повторяю всегда, я буду сеять уже после 10 марта, как я всегда и говорю. Вот это пораньше были томаты посеяны, эти попозже вот они, и там вот. То есть все показываю. И люди еще умудряются лить на меня грязь на других каналах, писать обо мне. Вот. Да сколько угодно пишите. Грязь меня эта никогда не найдет и не попадет в меня, чтобы вы знали. Вот сегодня я именно так буду выражаться строго и ясно на эту тему. Не удастся вам меня поносить и говорить на меня клевету. Все как есть, а до я показываю. Нормальные люди, адекватные, хорошие, добрые люди, воспитанные, они меня смотрят и они все видят и знают. Вот только недавно показывала вам огурчики. Он даже не имел вот этого листочка, да, просто вот. Буквально вчерашнем или позавчерашнем видео. И вот сегодня, видите, уже листочек пустил. А у людей не получается, у некоторых. И они начинают гадости писать на других каналах. Я уже знаю, увидела, что меня возненавидели многие. Вижу это все. И все считают, что я им должна все это высказывать. Все считают, что я должна чего-то рассказывать. И про свою семью. И там я, и тут. И так, не сяк. Вычитала я все эти комментарии. У светочки лоди сад. Так и пишите себе на здоровье. Я уверена, что вы тут как тут меня сейчас слышите. Но только знайте, что грязь ваша на меня не прилипнет, не долетит. Она в обратку пойдет, дорогие друзья. Она вам идет. Она идет вам в обратку. За то, что вы злитесь, за то, что пишете гадости. Значит, я вас задеваю хорошим, я вижу. Я-то понимаю, что если о человеке говорят, значит, интересуется этим человеком. Да. И вот она я тут человек. Вот она я так живу. Да. И все. Вот я выращиваю. Вот. Не бездельничаю, занимаюсь своими делами. На ютубе работаю. Очень много информации даю. Конечно, для вас, вы скажете, это не информация. Что я ничего такого не даю. Что видео ни о чем пишут. Ну так для вас ни о чем. Или же наоборот. Видео как раз таки о чем? Вас это раздражает, что вы это не умеете? Вот так. Вот я просто прочитала, зашла и тут же взяла камеру и решила сказать. Я такие вещи редкий случай делаю. Я извиняюсь перед вами, мои добрые, добрые зрители, которые с любовью ко мне относятся, с теплыми отношениями. Я вот эту ставочку оставлю. Вы проходите ее, пожалуйста. Хотя наоборот. Мне очень хотелось бы, чтобы вы написали, мои добрые зрители, даю ли я вам информацию. Показываю ли я вам правду всегда. Или нет. Или я вот вру вам насчет растений. Или же на грядке в теплице тоже инопланетянин спускается и выращивает мне такие крупные перцы. Или тетя с дядей приходит из соседей и выращивает такие перцы. Так что я просто вынуждена была, простите меня, мои дорогие, добрые зрители, вставить вот именно вот этот кадр. Очень мне его захотелось вставить. Вот они взошли. И показываю. Вот. Три-четыре дня и вот они вообще. А то эти вообще вот уже есть там настоящие листочки. Вот они, видите? Вот. Эти пораньше даже взошли. Те позже. Те, которые первые сильно были проклюнувшие, они быстрее зашли. А те, которые проклюнувшие меньше были, ну вот здесь по одному я сеяла проклюнувших. И я закрыла пакетики и поставила дальше, чтобы дальше проклевывались. И сегодня тоже я посмотрела уже проклюнувших много, тоже буду сажать. Вот так вот постепенно я их сею. И все вам показываю. И вот что в стаканчиках. И я потом пикирую перцы. Перцы. И прекрасно они растут. Вот те-то вот тоже так же были пикированы. Когда я уезжала к детям, они были вот в такой чеплажечке перчики. Помните? Приехала, я показывала вам. Они засыхали здесь и я их подливала. И парочка у меня были так себе. Одна хорошо встала, другой... Даже могу... Хочу... Вот. Вот он. Вот он. Хорошо пошел. Он идет меньше. Вот он. Видите? Такой вот с листочком таким вот был сорванным. Ну, он идет. Идет потихонечку. Вот показывал. То же самое пикировала. Не в отдельный горшочек. Вот все как есть. А людям все равно. Они просто все равно ищут, ищут изъяну. Ищут в чем-то уколоть. Так такие люди, хочу сказать, они везде всех уколят. Даже если хорошо, их уколят. Даже если ты будешь ангелом, то шуршание ваших крыльев их будет раздражать. Вот. Ну, я должна была это сказать в этом видео. Вот. Очень мне это захотелось сказать. Так что, дорогие друзья, если можете, напишите в комментариях, что вы думаете на эту тему. Так, ну что ж, дорогие друзья, уже вечер. И хочу вам показать, что опять у меня здесь есть. Опять выпало много снега. Вот. По ходу дела утром мне здесь предстоит очень долго-долго чистить. Но ничего страшного. Очередная физра. Там больше вообще занесло. И здесь вот так вот просто ветер. А вот эту часть держит вот та сторона, видимо. Ну ничего, потихонечку. Завтра все буду чистить. Утром сегодня уже не пойду, потому что поздно. Вот. Такие дела. Доброе утро, дорогие друзья. Это среда. Это среда. И я открываю вам двери своего дома. Выпускала котят. Снег еще идет. Он идет нежненько так спускается. Аккуратненько летит. Нет метели. Но посмотрите. Все снова замело. Ровно наполовину. Ну, будем так сказать, полметра. И вот как раз таки сейчас я хочу сказать. Именно о комментарии, которые я получала. И где Артем пытался девочку успокоить о том, что... А почему Лена не помогает чистить снег? И так далее. Она там все, конечно, перебрала. Вот. А вот сейчас я буду чистить. Да, Артема нет. Буду чистить я. На неделе чищу я. В выходные я Артем. Вот и все. И весь ответ. Так что буду сейчас чистить. Пойду на почту. Мне надо обязательно сегодня. Последний день. Вот. Буду чистить. Я хочу закрыть вчерашний влог. Вторник. Который я снимала, друзья. Вставлю именно вот этот кадр. Это утро. Уже среды. И начну снимать уже сегодняшний влог. Поэтому хочу пожелать вам всего самого доброго. Самого хорошего. Мира, любви, добра, счастья, дорогие друзья. Чтобы на вашем пути попадались только добрые, хорошие люди. Чтобы ваши друзья были настоящими друзьями для вас. Чтобы лишнего не спросили. Как в той песенке есть, что настоящий друг, он никогда лишнего не спросит. И в беде не бросит. Вот. И также и у меня. Очень много добрых друзей и зрителей моего канала. Настоящих. Я вас очень люблю. И спасибо вам за поддержку. За то, что заходите, поддерживаете. И защищаете меня порой от злых людей. Спасибо вам огромное. Всех благ вам. Вы, как всегда, были на канале в гостях у Елены. И в моем домашнем влоге. Деревенская жизнь с нуля, дорогие друзья. Тишина. Птички поют. И падает снег. Деревенская жизнь с нуля, дорогие люди с нуля. Птички поют. И below никогда четыре. Да, больше вернемся с нуля миллиона в castle без него. Продолжение следует...